МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Жигулевская вишня. Совсем скоро в Самарской области стартует фестиваль, который уже, наверное, полюбился многим-многим жителям нашего города. Ну, не только нашего города, а нашей области. Да и, я думаю, из других областей все-таки на этот фестиваль заезжают, приезжают, пробуют. Что же за фестивали? Я думаю, вам говорить не стоит. Фестиваль вишневого пирога. Это действительно гастрономический праздник, но и не только гастрономический. Это интересное событие нашей губернии. Поэтому, если вы хотите попасть на это событие, смотрите наш сегодняшний эфир, расскажем вам все интересное. Что же ждать, что же будет интересного, какие-то традиционные мероприятия, какие-то нововведения, все нам расскажут сегодняшние наши гости. Итак, я вам с радостью представляю наших прекрасных гостей. Это у нас Валентина Владимировна Чистова, краевед, почетный архивист России, почетный турист Самарской области, почетный гражданин города Жигулевска и, собственно говоря, автор праздника Вишневый пирог. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и рядышком расположилась Наталья Ештынгина, руководитель проекта фестиваля народных традиций Вишневая «Жигулевская вишня». Я так понимаю, сейчас именно «Жигулевская вишня» такое название носит фестиваль, правильно? Ну мы расширили просто этот формат. У нас была «Вишня», а это более широкое и более звучное такое. Название «Жигулевская вишня». Ну, скажем так, привязка к территории, наверное, больше, чтобы любой человек, который не из нашей области понял, где же проходит этот фестиваль, заглянул и узнал о уникальной «Жигулевской вишне», собственно говоря. Ну я вот, кстати, сейчас сказала в начале передачи, что не только жители нашего города, нашей области приезжают. Правда? Правда. Не соврала. Не соврала. Нет, вообще совершенно соврала. Мы ведем большую переписку, к нам приходит достаточно большая почта. Ну вот, по прошлому году у нас были, начиная с острова Сахалин, Мордовия, Украина, Удмуртия, Санкт-Петербург, Солнечногорск, Хабаровск. То есть у нас очень много. Где-то порядка 25 городов. Два человека из Австралии. Два человека из Австралии. Даже из Австралии. Ну, давайте будем честными, конечно же, они не специально приехали на фестиваль «Жигулевская вишня», но в этом году, возможно, приедут специально. Так получилось, что они отдыхали в Самарской области и, услышав о фестивале, приехали на него. Посмотрим, как в этом году география членов. Дорогие телезрители, к вам обращаюсь, если даже люди из Австралии, из другого континента приехали к нам. Мне кажется, если вы живете в Самарской области, вы обязательно должны посетить такое мероприятие. Я лично, к примеру, да и, наверное, многие сотрудники телеканала «Самаргиз» уже пакую вещи, уже собираем, уже думаем, что же мы будем там интересного делать. Даже печем пироги, выпекаем. Давайте к истории. Давай. Как давно существует этот фестиваль, и как давно существует праздник? Ну, в общем-то, фестиваль возник в 2007 году. И первый раз прошел он у нас 19 мая. Сам фестиваль, он включает несколько позиций. Мы начинаем его с зимы. С зимой мы готовим частушки, стихи, песни, рецепты. И у нас проходят праздники. Значит, в марте у нас частушки, в апреле у нас вишневая симфония. Потом апрель и май мы едем на ханами по Жигулевске, созерцание цветущего берега. Потом у нас такие каникулы, мы сажаем вишню, потом мы ее собираем. И, наконец, в августе мы приезжаем на большой такой вишневый пирог. В этом году мы будем собираться девятый раз. Он, конечно, ведет в развитие. Мы постоянно что-то добавляем. Но вот эти традиции, когда у нас все частушки, все стихи, песни, сказки записываются вот сюда. Ну, я вам просто одну скажу. Вот мальчик из седьмого класса написал. Вишня Бещевская наша, не московская. Что Москва? Все суета. В Жигулевске красота. Вот. А Ширяева выбрали по той простой причине, что действительно здесь, в Ширяеве, жил Алексей Викторович Бещев. Он был бухгалтером. Но человек, который был очень интересен тем, что он постоянно познавал какой-то мир, что-то вокруг создавал. Он, можете себе представить, он не только этот сорт вишни создал, но он посадил первый на нашем побережье гектар сада, который безвозмездно подарил поселковой школе. Этот сад до сих пор существует. И небольшой кусочек сада принадлежит потомкам Бещева, которые живут здесь у нас вот в Самаре. Вот Алексей Викторович Бещев. То есть с него все и началось. Действительно очень уникальная вишня. Он ее районировал к нашей местности. Растет она на известковой почве. И привил на нашу жигулевскую дикую степную вишню. Вот, собственно, это. У него есть и малина, у него есть пионы, у него есть очень красивые сирени. Будьте, когда у нас жигулевские, мы можем даже показать, они растут на наших улицах. Слушайте, это... Это один человек, по сути, Алексей Викторович Бещев. Один человек, а действительно стоит показать огромное спасибо. Ну, вы знаете, наша русская земля, она держится на вот таких энтузиастах. Он один действительно посадил. Потом были последователи. И она, эта вишня его, разошлась по всему побережью. Она больше нигде практически не растет. Вот, если растет, то очень тяжело, вот, приживается. И плоды немножко, значит, меняют вкус, там, вот. Замечательно, вот. И, кроме того, у нас же ведь вот еще есть сувенирная такая продукция. У нас любители художники, художники-профессионалы работают, вот. И все мы вот это видим. Вот такие вот ложки, допустим, вот такую, можете, вишенку этого года. Это художники предлагают такой, ну, мастер-класс или час творчества. Для художника мастер он показывает. Это уже элементы фестиваля. То есть это вот могут рассказывать. Да, мы расскажем обязательно. О фестивалях. Ну, сначала хочу сказать о очень интересной традиции. Зная то, что вот эта вот баночка варенья. Это новая традиция. Это новая традиция. Традиция, которую начала как раз Валентина Владимировна и открыла ее для всех, для жителей Самарской области, а потом и гостей. Это тот знаменитый праздник вишневого пирога, конкурс на лучший пирог. На лучший пирог. Сначала приходили домохозяйки, а потом стали присоединяться профессионалами. Поэтому у нас сейчас две категории. Профессионалы и любители. Любители больше, надо сказать, профессионалы либо боятся, либо еще не дошла до них информация. Поэтому все впереди, все в развитии. Да, вишневый пирог, праздник вишневого пирога, конкурс – это та первая основа, с чего все началось. Вы знаете, когда мы впервые проводили, мы проводили этот праздник, он был еще камерный такой, на территории музея Репина. И вы знаете, у нас достаточно такая публика приезжала интересная. Даже были представители из Германии, Франции, художники. Жорес Алферов даже был у нас, да, да, да. То есть достаточно широко. Ну и понятно, что местные, в основном были Жигулевские, Самарцы, Сызрин вот приезжала. Собирали такие камерные коллективы, песни пели. И когда мы резали пироги на дегустацию, мы же не просто их показываем, выбираем лучше, но потом хозяйки угощают. Вы можете представить, что в прошлом году было 65 пирогов, это 200 килограмм. Это где-то метров 15 в длину, если так вот взять. И за 10 минут эти пироги были продегустированы. И однозначно остались те, кто ушел без пирога. Мы в этом году, по сути, делаем акцент на том, чтобы без пирога ушел никто не ушел. Не просто, конечно, дорогие гости, кто приедет на фестиваль, поймите, не всем достанется пирог, который выставлен на конкурс. Но купить может каждый, купить, приобрести. А может даже попробовать. Будут компании, которые будут вас угощать своими пирогами вишневыми. Ну это действительно замечательная традиция. Так, хорошо. Первая традиция, собственно говоря, из которой все началось, это именно гастрономический конкурс, кулинарный конкурс. Апофеоз уже. Все начинается с посадки вишни. Мы же сажаем вишню у школ, на улицах, во дворах. Вот с этого мы начинаем. Потом мы песни поем, частушки. У нас вот конкурс частушек. Это очень красочное, очень красивое мероприятие, когда приходят все в таких, значит, нарядах. И причем частушки пишут. Вот это уже девятый сборник. Ни одна из них не повторилась. Ну народное творчество, оно действительно безграничное. И мы еще проводим, после того, как, значит, стихи и песни про тоже конкурс проведем, проводим вишневую симфонию. Это когда все виды искусств собираются в музыкальной школе искусств. У нас есть такая школа искусств. И когда нам профессиональные уже дети, которые могут, значит, показать какие-то такие интересные номера, и они дарят нам вот эту красивую музыку, красивые танцы, как бы профессионалами. То есть вот это вот у нас есть. Ну и, а уже в завершении всего это пирог. Фестиваль. Хочется сгрузки. Ну это действительно фестиваль. Вот как раз хотела подчеркнуть это слово. Вишня, это не только, да, вырос, самое главное, средоточие, и то зерно, это праздник вишневого пирога, а вокруг него приросло и должно было вырасти еще больше. Когда мы первый раз проводили, мы его проводили прямо в богатыре, где дедушка Бещев жил. Вот мы там его и проводили. И когда мы всю эту красоту показали, и спрашивают, а как же так? Мы вот ее увидели цветущую, вы поете о ней, рассказываете о ней, а как она на вкус? На вкус. Действительно хочется попробовать. Я просто сразу говорю, ну тогда приезжайте в августе к нам на вишневый пирог. Вот с тех пор на вишневый пирог в августе приезжайте. Кстати, вишни это именно созревает в августе. Но я понимаю то, что это не только действительно вишневые пироги, но вообще это какой-то такой, скажем, культ вишни, это и варенье. Варенье, да. Это и вареники с вишней. Обязательно. Вареники с вишней в прошлом году, это блюдо, это вишневая кухня. Надеемся, в этом году обещали кофе с вишневым сиропом. Слушайте, это очень интересно. Все кафе обещали, если мы будем давать чай, то всем будет комплимент вишневое варенье. И, конечно же, молодежь подключается, делает безалкогольные вишневые коктейли. Но посмотрим, что у них получится. Все равно это праздник вишневого вкуса. А вишневое варенье это тот вкусный сувенир, который мы предлагаем. Вот, кстати, да, видим в кадре сейчас вишневое варенье. Вот такие интересные баночки, завязанные, перевязанные. Это прошлый год. Это прошлый год. Это баночки прошлого года. И последняя баночка сейчас, в принципе, здесь на столе стоит. Свежая пока не показываем. Пусть будет сюрприз. Но я понимаю, что эти вот баночки варенья отправились путешествовать. Правильно ли? Путешествовали по всей России, да. Баночка «Жигулевская вишня». Мы сделали такой проект «Жигулевская вишня путешествует». Она проехала по всему берегу Крыма, побывала практически во всех городах, побывала на берегу Белого моря. В Воронеже ее попробовал Петр Первый. Ух ты, вот мы видим как раз путешествие. Ну, это, если я не ошибаюсь, это Крым, да. Евпаторийский, наверное, район. Она путешествовала в Воронеже. Она была первой кораблей, копией первого корабля, построенного Петром Первым. Вот это на берегу Белого моря, по сути, она. Это на Ай-Петре, самая высокая и красивая, одна из самых высоких точек Крыма. Здесь она тоже путешествовала, везде все проехала. Была в Нижегородской области у Хохломы в гостях. И надеемся, что в этом году она вообще продолжит свой путь далеко. И просим тех, опять еще раз обращение к тем, кто будет у нас на фестивале и купит баночку варенья, благотворительного доброго варенья. Сделайте фотографии, присылайте нам, а мы покажем, где Жигулевская вишня путешествовала. Вкусное путешествие. Это она в Ивановской области, как раз у музея подстаканников. А вот это она в Нижегородской области, в музее Хохломы. Я немножко еще добавлю к этому доброму варенью. А почему оно называется доброе? Да потому что все, кто приобрел у нас в прошлом году на празднике эту баночку варенья, пошло на лечение мальчика. Пожалуйста, вам. Степан Беляков. И в этом году тоже это доброе варенье, вкусный сувенир. Это не просто сувенир, сувенир вложения в благотворительность. То есть покупая варенье, не только мы можем насладиться вкусом замечательной вишни, но и делаем добро, вносим свою частичку, может, в счастье, кого-нибудь из детей, кого-нибудь из взрослых, престарелых и так далее. Это вишня у руководителя фестиваля Тайбала, а это вишня в Воронеже, если не ошибаюсь. Слушайте, ну это очень интересная традиция, и я думаю, что в этом году она поддерживается. В Ялте. В Ялте. В Ялте. А это как-то Бель. Слушайте, это очень клево, это очень клево. Мы предлагаем присоединиться к этому флешмобу, а это город Любим. Вот она в городе Любим, на площадке, которую туристы со всей России, лидеры туризма России, строили детскую площадку, и они ее привезли специально туда, эту баночку вишни. Для всех, по сути, туристов, профессионалов она стала таким вкусным символом Самарской области. Хорошо, что ж, ну, коль уж мы сегодня говорим о таком вкусном, на такую вкусную тему, то и мои вопросы для наших телезрителей будут тоже связаны с десертами, связаны с чем-нибудь вкусным. Вот, к примеру, разыгрываем мы сертификат на 500 рублей в Кабинет Красоты Татьяны Храмовой, и вопрос звучит так. С чем традиционно готовят берлинеры в Швабии, это Германия? Три варианта ответа. С пастой из шиповника, с ванильным кремом, либо без начинки, но с примесью какао. 202, 1122, ответите верно, получите сертификат на 500 рублей в Кабинет Красоты Татьяны Храмовой. Ну и, конечно же, следите за эфиром внимательно, потому что совсем скоро разыграем для вас следующий приз, это билеты в кино, ну а пока все-таки разыгрываем сертификат 202, 1122. И задавайте, конечно же, свои вопросы нашим сегодняшним гостям, потому что, я думаю, у вас они есть, скромничайте немножко, дорогие телезрители. Не стоит, потому что, если вы хотите узнать все про этот праздник, звоните, я думаю, пока не поздно, все ответим, все расскажем. Так, собственно говоря, пока не поздно, коли уже сказали, а когда будет поздно, с какого, в какой день начнется фестиваль, ответим чуть-чуть попозже, есть звонок уже от нашего телезрителя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно, скажите, пожалуйста, неужели вы уже так быстро узнали ответ на наш вопрос, либо хотите задать свой вопрос нашим гостям? А варианты есть? Давайте, хорошо, с чем традиционно готовят берлинеры, это такие пончики в Швабе, в Германии, с пастой из шиповника, с ванильным кремом, либо без начинки, но с примесью какао. Первый, второй, третий. С ванильным кремом. С ванильным кремом. Нет, к сожалению, неверно ваш ответ, поторопились немножечко. Какао там да. Что еще раз? Какао. Опять же, неверно, ответ в угадалки играем, я так понимаю, что тогда этот вопрос мы снимаем, потому что, ну, уже варианты ответа, да, все есть, Ольга вот так вот взяла и погадала, а тем временем оставляем на следующую передачу этот вопрос. Что ж, это точнее сертификат. Что ж, ну давайте тогда разыгрывать следующий билет, это билеты в кино, киномечта, ждет вас на любой сеанс. Вопрос звучит так, в какой же стране появился круассан? Любимый десерт, наверное, многие любят этот такой десерт, я лично люблю, ну, круассан из кофе, это классика, которая действительно... А круассан с вишневой начинкой. А круассан с вишневой начинкой. Это по-жигулевски. Хорошо. А у нас и в Жигулевский хлебзавод печет такие круассаны раз, и еще делает такие вкусные вкусняшки. Обязательно приезжайте к нам на праздник, и вы обязательно их попробуете. Хорошо, давайте теперь о датах. Когда начало, когда завершение? Старт фестиваля 14-го числа, это 14-е число, пятница, пятница в 16.00, торжественное открытие фестиваля народных традиций. Фестиваль открывает Валентина Владимировна, главный человек, автор праздника Вишневого пирога, ценитель и хранитель традиций. И 15-го числа суббота и 16-е число воскресенья заканчивается фестиваль, также будет закрытие фестиваля в 4 часа. Каждый день интересен по-своему. Ну, я думаю, о программе мы поговорим во второй части нашего эфира. Ну, а пока давайте примем звонок от нашего телезрителя. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый десерт? Есть. Безе. Безе. Ну, что же, действительно может претендовать на звание лучшего десерта. В какой же стране появился круассан? Любимая булочка. Во Франции? Да. А вот и нет. Неправильный вариант ответа. Многие считают, что во Франции, но, к сожалению, вы не правы, потому что Франция, наверное, это самая популярная страна, где любят круассаны. Но нет, не во Франции. Давайте смотрите, ищите историю уже этого десерта, отвечайте нам. В какой стране появился круассан? 202, 11-22. Билет в кино, тогда ваши будут. Что ж, ну, а мы прерываемся на небольшую паузу, а после расскажем вам о интересном фестивале «Жигулевская вишня», а именно о программе фестиваля. Очень люблю яблоки, но почему-то по вкусу импортные всегда вкуснее, хотя они малополезные. Ну, железо, гемоглобин, конечно, очень полезная вещь. Быть может, есть какое-нибудь блюдо, выпечка из яблок, которые вы готовите? Да, шарлотку. Шарлотку. Ну, а так, в принципе, джема нет, какие-то варенья тоже нет, а вот шарлотку, компот, это еще, да, можно. Я в курсе то, что женщины с ней худеют, яблоки, когда они едят, там яблочная диета вот такая бывает. А еще чем полезно? Ну, витамины, витамин С, яблочный сок там полезно. Железа много. Ну, и в основном, что больше нравится, так это по виду яблочное. Ну, и все. То есть вы любите этот фрукт? Да. Ну, естественно, обязательно соки свежевыжатые, полезные для здоровья, со свеклой для сердца, да, и, по-моему, с морковью для давления, что ли, нормализователи, наоборот, уже не помню, что из этого. Так, естественно, шарлотка – любимое блюдо из яблок на летний период. Не все яблоки люблю, но я знаю, что там много витаминов, кислота полезная, вот. Ну, и когда летние яблоки, которые дачны, то они, естественно, полезнее, чем те, что в магазинах зимой уже. Ой, безумно люблю. Даже вчера купил зеленые, обожаю зеленые яблоки, вот именно зеленые, вот эти кислятин, которые с них идет, безумно обожаю. А, ну, чем точно сказать, ну, точнее, чем они полезны, точно сказать не могу, но просто нравится. Беру так, с виду, какая самая симпатичная, такую и беру. То есть чисто эстетически, что красивее, то и беру. Но всегда сладкое попадается? Ну, нет, я вообще редко покупаю, обычно это делают другие, поэтому я не знаю. Как внук гаде и волк. Все, больше никак не знаю. Помогает? Да, ну, наверное, вроде помогает. Ну, и продавца спрашивают. Там вроде продавца советуют. По просьбе по этих, дать вкусненькое что-нибудь нам предложат на выбор, на чужого выбора. Сами никак не можем. Ну, как все, по этому хвостику, который там сухой он или мокрый, то, значит, сухой это хороший, наверное. Ну, я точно не могу вам сказать. Потому что я не выращиваю ни арбуза, ни дыни. Ну, банальное средство, там что-то постучать, послушать, но да, и как бы это вроде занимается мужчина больше, родители. Если мы, как бы, девушки, арбузы тяжелые не таскаем с рынков и всего прочего. Вообще любите? Отсох должен быть что-то такое, да, я слышу. Арбузы, конечно, вкусный летний продукт, которого все ждут всегда с нетерпением. Ну, точно не в июле их покупать, а там нет, не знаю. Папа этими делами занимается. Есть, верю продавцу на слово. А если нет, то больше не верю там. Ну, как говорили, то, что постучать по нему, если там звук хороший, точнее, не пустой, то можно будет брать. Ну, в принципе, и там корешок, чтобы был сушеный. И, в принципе, они где-то в сентябре только выходят нормально, без всякой химии. И дыню, и арбуз безумно люблю, и готов есть их килограммами, десятками килограммов, но выбирать я их не умею. Чаще всего доверяю либо родителям, либо знакомым, которые в этом разбираются. Но сейчас я заметил, что многие продавцы поступают гораздо проще. Они вырезают кусочек и дают попробовать. Если нравится, то забираешь с собой. Ну, что ж, сегодня говорим о таком замечательном фестивале, который совсем скоро стартует в Самарской области, село Ширяево. Жигулевская вишня – это очень вкусный фестиваль. Мало того, что очень интересный, очень информационно насыщенный, развлекательно насыщенный. Ну, и у нас есть звонок в студии. Прежде чем мы представим, наверное, следующих гостей, давайте примем наш звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Ну, давайте рассказывайте, вы любите вообще вишневый пирог, пироги, десерты, сладкое, что-нибудь? Ну, пироги с вишней – это вообще сказка. Пироги с вишней – это сказка. Да, действительно, мне кажется, все с вишней – это сказка. Хорошо, давайте пока поговорим про круассаны. В какой же стране появился этот десерт, эта булочка сладкая, соленая? Я считаю, Великобритания. Великобритания. Нет, неправильный вариант ответа. Что ж, я… Жалко. Очень жалко, да, действительно. Ну, смотрите, узнаете, где же появился круассана, а после, быть может, будете всем своим знакомым рассказывать. А я вот знаю историю круассана, такого десерта. Что ж, ну, а я тем временем представляю наших следующих гостей. Это Татьяна Васильевна Белоусова, заведующая детским садом «Радуга». Ну, не так, как она нам сегодня интересна, как заведующая детским садом, а все-таки интересна, как победитель конкурса «Вишневый пирог» категории «Профессионал 2014 года». Вот этот пирог, который стоит у нас сегодня в студии, я так понимаю, как раз мини-копия этого пирога, который победил. Да, миниатюрная копия. На протяжении вот всех этих долгих лет, но они на самом деле для нас не были долгими, потому что вот это волшебство под названием «Вишневый пирог», вот этот праздник, ты не чувствуешь себя таким участником какого-то строгого официального конкурса, потому что такая непринужденная вообще вот волшебная обстановка царит, что ты не думаешь о том, что ты вот именно участник какого-то конкурса жесткого. И на протяжении семи лет мы пекли пироги, наш коллектив, вот, это автор этого пирога, наш шеф-повар Суботина Татьяна Васильевна. Да, и, конечно, это изюминка получилась у нас, и мы безумно рады, что в такой категории, в такой почетной, как профессионалы, да, вот наш детский сад одержал победу. Признали победителя. Так, хорошо, есть звонок у нас от телезрителя, как вас зовут? Здравствуйте, уважаемый телезритель, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Алена. Алена, очень приятно. Алена, давайте рассказывайте, вы как относитесь к десертам, какой любите? Ой, люблю все, что только есть, особенно с творогом. Особенно с творогом, слушайте, действительно, творожные десерты, творожные суфле, быть может, это очень вкусно, очень интересно. В какой же стране появился круассан? Ну, я думаю, что вам это все-таки в Вене. Вот, это действительно так. По легенде, эта булочка была испечена в честь победы над османами, австрийским именно кондитером. Я вас поздравляю. Билеты в кино достаются именно вам. Вот такая вот интересная история, хотя всем признаю, что это Франция. Нет, не Франция. Так, ну что ж, ну и Владислав Рыбалкин остался у нас непредставленным. Владислав, здравствуйте, это у нас руководитель площадки, как раз Ширяевские забавы. Тот человек, от которого зависит позитивное, веселое настроение, так понимаю, на фестивале. Мало того, он у нас еще представляет культурный центр Светлица, города Самара. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем. Я так понимаю, как раз у здесь представители два конкурса, как вы сказали изначально. Да, два конкурса. Это гастрономические и ширяевские забавы. И ширяевские забавы. Думаю, Влад лучше всех расскажет. Влад лучше всех расскажет. Давайте рассказывайте, ширяевские забавы. Что в этом году ожидается интересного? Чем будете забавлять? Конечно же, фестиваль — это большое обилие различных интерактивных площадок. Это место, где можно будет прийти с утра и уйти поздно вечером, причем, наверное, даже не уходить. В общем, с восходом солнца и с заходом солнца. Именно так. Причем программа будет сделана так, что можно будет с утра и до утра. Но на самом деле, конечно, главной вишенкой этого фестиваля в этом году мы постараемся устроить фольклорный конкурс. Это такой новый шаг, попытка сделать очень интересное такое мероприятие. Мы привлекаем большое количество профессиональных фольклористов. Вот как раз мы видим это с прошлого года. Это с прошлого года. Но пока мы были на пути и встретили на этом пути Влада Рыбалка. Влад нам открыл глаза. Открыл глаза. Интересное что-то. Хорошо. И что же ожидали? Ну, на самом деле, будет три номинации. Номинация классическая, это вокальные коллективы, ансамбли. Причем здесь надо сказать, что мы постарались подобрать коллективы, которые смогут зажечь. Зажечь. На мероприятии, да. То есть даже людям, кто мало знаком с русским фольклором, да, не только русским, смогут для себя что-то найти такое. Вторая номинация, это конкурс традиционного костюма. Ну, здесь я тоже думаю понятно. Мы попробуем еще организовать показ мод. Ух ты, слушай, интересно. Да, так что. Ну, и самая интересная, наверное, такая составляющая, это вечерка. Вечерка в виде конкурса. То есть довольно большое количество коллективов будут участвовать за звание лучших, как-то, зажигающих. Зажигающих, да. Да, на мероприятии. То есть ожидаются танцы, ожидаются песни, и все зрители будут в этот процесс вовлечены. И это будет длиться на протяжении, там, трех-четырех часов, а то, может быть, и до утра. В зависимости от того, как, да. Так, ну, смотрите, что я нашла. Вот 14 августа, это и лучные тиры. Так понимаю, что можно из лука будет посмотреть. Конечно. Это и лапта, это исторический городок, молодецкие забавы, мастер-классы различные. Как раз и по лепке, и по росписи, наверное, да, каких-то детей. Обязательно. Мы очень постарались, чтобы, как я уже сказал, человек, придя на фестиваль, у него был огромный выбор, куда пойти, что сделать. Если он, ну, вдруг такое страшное случилось, но если он уже объелся вишней. Сложно представить, но такое может быть, да. Или, ну, очень перетанцевал уже на нашей площадке. Ему всегда было чем заняться, что потрогать, что сделать своими руками. И проникнуться к русской культуре, не только русской, опять же. Попробовать вот этот дух народности, вот именно что-то такое родное свое попробовать. Перенестись, в общем, на несколько лет назад, да, действительно, и понять вообще, как же жилось раньше. Потому что, я так понимаю, все равно исторические какие-то истоки, это все равно все будет. Я бы хотела добавить к программе Влада. Очень нравится сейчас про Самарскую область, и называют вишенка Самарской области, или еще что-то про фестиваль «Жигулевская вишня». Вот такими еще две вишенки я бы добавила. Это как раз программа, если мы смотрим программу 15-го числа, да, это большой узорный хоровод. К нам приезжают танководницы, это такие мастера, которые умеют водить большие хороводы из города Грайворон, Белгородской области. В городе Грайворон был фестиваль узорной хороводы, самый большой фестиваль узорный, внесенный в Книгу рекордов планеты. И в этом году они приезжают к нам, чтобы вместе с нами, со всеми, выстроить большой красивый узорный хоровод «Вишенка на ножках». И секрет зрителям, все, кто будет у нас на фестивале и примет участие в данном хороводе, все войдут пофамильно в Книгу рекордов планеты. Вот так вот. Самый большой узорный хоровод, но именно «Вишенка на ножках», потому что до Грайворона Белгородской области пока мы не дотягиваем, до того их большого хоровода. Но ждем вот таких гостей. Слушайте, это не только интересное мероприятие, но и возможность стать свидетелем, мало того, что свидетелем, а учречником исторического события, ну, такого вот планетарного масштаба. Это действительно, если это... Ну, почему бы нет? Давайте так говорите. Пусть будет планетарного масштаба. Мы не будем от этого отказываться. Сюрпризы. Могу... Не хочу сейчас говорить, какой рисунок получится. И небольшое такое добавление. Будет духу... На пляже села Ширяева, там есть пляж, это все-таки берег Волги, села Ширяева. Будет организована духовно-культурная, именно духовно-культурная реконструкция, не историческая. Бурлаки на Волге. То есть, Богатырская Слобода, Каремль, пригонят ладью, сделают лямки, предоставят гостям одежду, можно одеться бурлаком и попробовать потянуть ладью. Не знаю, может быть, даже ее вишней загрузят. Посмотрим, как получится. Слушайте, это очень интересно, действительно. Так, хорошо, от, скажем так, ширяевских забав, от каких-то таких интересностей, давайте перейдем именно все-таки к кулинарному конкурсу. Да, действительно, вот мы сегодня видим, я думаю, мы попробуем, да, это сегодня. Обязательно. Все, обязательно. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вы вообще насколько неравнодушны к вишне именно? Ой, вишню просто обожаю. Это вообще вот такой вкус, мне кажется, вот отличается от всех. И вот мы сегодня вот обсуждали, вообще в каком сочетании вишню лучше употреблять. И мы считаем, что вот вишня и шоколад – это самое, наверное, великолепное классическое сочетание. Но обсуждали вообще, сколько может быть сочетаний с вишней. Это великолепные десерты. Но, а для пирога, мне кажется, лучшие начинки вообще не придумаешь. Не просто не придумаешь для хозяйки. Ну, вот мы сейчас как раз видим… Да, это конкурсанты прошлого года. Это пироги прошлого года. Слушайте, ну, скажите, пожалуйста, Татьяна, вы пробовали все-таки, не знаю, у конкурентов свои пирожки-то потом, нет? Ну, конечно, сложно там попробовать, да, пробиться, потому что желающих много попробовать. Но вот наш пирог, изюминка нашего пирога, что его очень легко, без использования специальных приборов, вот так вот поделить и угостить большую компанию. Вот изюминка этого пирога состоит именно в этом. А это вот пирог второе место среди любителей занял. Это сербский, был Сербия, да, Сербия девочка, 12-летняя девочка пекла пирог. Какая преженька. И работу маслом, картину она нарисовала. Вот она так увидела пирог и так его презентовала. В прошлом году еще был автопробег, ралли-черепай, на машинах, вот автопробег, как раз наклейка была, приехали и привезли пироги. Целые предприятия пироги привозят. Аккумуляторный завод, о ком в очередной раз выставит свой пирог. И мэрия города Тольятти обещала в этом году свой пирог привезти. Ждем самарцев, ждем от предприятий города Самары пироги. Вот так появляются фирменные пироги. Фирменные пироги. Слушайте, пусть мое заявление будет официальным заявлением нашему телеканалу Самары Гиса. Я надеюсь, что все-таки руководство телеканала, мы подключимся, мы все творческие люди. Давайте действительно примем участие в конкурсе. Что у нас тоже свой пирог появится. Если пусть не в этом году, да, то... Конечно, вы можете целый год готовиться к этому пирогу. Целый год готовиться, целый год будем отбирать рецепты, целый год будем составлять свой индивидуальный рецепт. Так что не стоит ли канал Самары Гиса. Я думаю, от нас все это зависит. Давайте сделаем что-нибудь такое вкусненькое, что может попробовать... Да, я думаю, вы зрители сможете подключить, предложить им рецепты пирогов. Так, давайте пробовать. Давайте пробовать. Показываем. Показываем. Как он у нас красиво. Вот так вот пирожочек мы берем и его отделяем. Аккуратненько. Давайте я подержу. Да, давайте мы подержим. То есть он у нас... Вот видите, как он у нас делится. Ну, я так понимаю, что жюри как раз оценивает не только вкус, не только... Да, вот такой вот у нас кусочек красивый. Мы опять его на салфетку с вишенкой. И, пожалуйста, вот угощение готово. Ох, дорогие телезрители, я, наверное, думаю, что вы меня немножечко недолюбливаете сейчас в настоящем моменте, потому что я буду это пробовать. С чудесной начинкой. Все-все-все присоединятся. Обязательно, я думаю, да. Давайте, давайте. Тебя буду держать. А мы, собственно говоря, давайте посмотрим еще фотографии ремесленников. Я так понимаю, что будет... Да, в этом году ремесленные ряды, вообще, достаточно большая география. И в этом году, как никогда, приезжают, что называется, хендмейт. То, что это сделано своими руками. Не просто привозят свои сувениры. Мы их очень просили сделать тематические вишневые сувениры. С вишенками, из вишни, а вишня. Посмотрим, уж бижутерии-то для девушек вишневой будет предостаточно. Отлично. В чем можно прийти? Вот мы сегодня говорили, да, действительно, какие-то... В чем будут рады? Я думаю, к вам вопрос. Народные костюмы. Народные костюмы, пожалуйста, приветствуются. Это все то, что создаст дополнительную атмосферу в фестивале. Это то, что будет замечательно смотреться в хороводах. И для девушек это юбки-сарафаны. Просто какие-то... Для парней-рубахи. Обязательно, да. Но в конце концов вишневые цветы. Вишневые, да. Вишневую моду не забываем. Все, кто придет в красивой вишневой одежде, ожидает небольшой сюрприз. Посмотрим. Ага, вот так вот. В этом году мы пытаемся найти образ сударыни-вишни, символа нашего фестиваля, той красавицы вишневой. И именно в этом году, когда будет проходить фотоквест, в этом году еще будет фотоквест, будут выбирать фотографы для себя образ сударыни-вишни. Мы посмотрим на основе этого на следующий год родиться. Слушайте, спасибо большое, что были сегодня у нас в эфире. Спасибо большое, что рассказали о фестивале. Дорогие телезрители, давайте подводить итоги. Ну смотрите, это действительно очень интересно. Это и гастрономические конкурсы, это и какие-то забавы народные, это и множество квестов, множество фестивалей. Мы будем вообще варенье варить будем. Варенье, ремесленники какие-то интересные мастер-классы будут свои давать. Поэтому приходите, пожалуйста, с 14 по 16 августа, с телу Ширяева. Посмотрите красоту нашей самарской природы, посмотрите красоту этого замечательного села. Ну и, конечно же, будьте участниками этого события. Все, пока. Спасибо большое. А мы пробовать будем. Спасибо.